Саша Веретенников, это Пионовский, ты меня в список включи, пожалуйста. Это ты вот напиши, вот ты получил, пусть Костя скинет тебе, а он напишет Антону. Антон всех включает, Антон рассылает. Антон всех включает, а Саша что-то посылал, а я не получил. Ну, я перешлю, ладно. Ну что, пора начинать. У нас сегодня Константин Обраченков, Инриасов и Антиполис. Ну, мы с ним дружим все, да, он бывает в Новосибирске, в частности, когда можно. Да, очень хорошие воспоминания о поездке у нас в Новосибирск. Замечательная поездка была. А сам из Питера? Сам из Питера. Так что, можно сказать, подхожу под критерий семинар от трех городов. Абсолютно. Ну вот. Хорошо. Давайте начинать. Выключаем микрофон. Выключаем, да. Ну, во-первых, еще раз большое спасибо за приглашение на этот семинар. Все доклады здесь очень интересны и описывают разные аспекты теории вероятности. И надеюсь, что мой доклад тоже будет интересен вашей аудитории. Доклад называется кластеризация графов, обобщение на случай небинарных взаимодействий. И сразу прошу прощения, если буду запинаться, буду, конечно, пытаться делать доклад по-русски, но если буду коверкать какие-то термины, то не судите строго. И, конечно, если есть вопросы, то задавайте по ходу доклада, потому что тематика довольно новая. Ну и хотелось бы, чтобы как можно больше людей разобралась в этой тематике. Еще перед тем, вот, все в порядке. Перед тем, как начать техническую часть доклада, я хочу представить список моих соавторов по этой тематике и особо хочу выделить Максимилиана Древетона. В общем, большинство результатов, не все, но большинство результатов, которые я представляю сегодня, это результаты, основанные на диссертации Максимилиана, которую он успешно защитил в прошлом году, и сейчас он постдок в ЭТФЛ. Сейчас уже имеется очень много различных приложений кластеризации графов. Давайте я сначала только упомяну приложения невронауки, где классифицируют различные участки мозга в зависимости от активности этих участков, применяется кластеризация графов в метеорологии, в библиометрии и, конечно, в социальных науках. Вот здесь в примере графа из библиометрии приводится граф... Вот это цитируемость, индекс цитируемости, статистика различных, различная статистика о публикациях, статистика о журналах и авторах. Вот здесь приводится пример графа, описывающего число Эрдоша. Наверное, почти все из вас знают, что это такое. Если кто-то не знает, то после презентации могу объяснить. Ну и раз мы уже упомянули имя Эрдоша, давайте также вспомним, может быть, один из его самых известных результатов — результат о случайных графах. Сейчас они называются случайные графы Эрдоша-Лени. Как такой граф строится? У нас имеется n узлов, на картинке, например, 40 узлов, и для каждой пары узлов и ижи мы создаем ребро с некой вероятностью π. И вообще говоря, эта вероятность является функцией от числа узлов. И оказывается, что вот один вариант, интересный вариант такой функции — это а умножить на логарифм n делить на n. Чем интересен этот вариант? Этот вариант интересен тем, что при таком выборе имеется фазовый переход. Если а строго больше единицы, тогда с большой вероятностью граф получается связанным, а если а меньше единицы, то граф будет не связанным. Вот на этом примере я взял а меньше единицы, и мы видим, что вот есть один изолированный. О, получилось. Значит, мы рассматриваем… Хорошо, давайте начинать отсюда, потом Антон склеит. Это замечательно, что можно склеить. Вот теперь мы рассматриваем некоторое обобщение графа R до ширини на случай неоднородных узлов. У нас узлы разделены на два множества. Внутри каждого множества теперь мы создаем ребро с вероятностью А умножить на логарифм n делить на n. А между узлами из разных классов мы создаем ребро с вероятностью Q, которое равняется B умножить на логарифм n делить на n. И мы предполагаем, что параметр B меньше параметра A. Ну, понятно, потому что если A было больше единицы в однородном случае, то было одно, меньше единицы – другое. Теперь вы хотите поиграть на этой границе, да? Ну, A больше. Мы предполагаем здесь, что A больше B, а что как бы плотность ребер внутри кластера больше, чем плотность ребер между кластерами. Единицы тут вообще нет пока. Нет, единицы пока нет. Пока у нас есть обозначены кластеры, да, правый кластер красненьким, левый кластер синеньким. Все они хорошо видны. Действительно, вот видно, что красненькие вершины хорошо соединены между собой, синенькие вершины тоже хорошо между собой, а между кластерами соединений мало. А их размер одинаков, что ли, должен быть? Не обязательно, совсем не обязательно. Об этом я скажу чуть позже. Теперь давайте сотрем сначала метки кластеров, то есть удалим красные и синие метки. Ну, оставим в некотором смысле позиции. Вот мы нарисовали, расположили так удачно узлы на окружности. И слева мы расположили один кластер, справа мы расположили другой кластер. Если мы даже сотрем этикетки кластеров, то все равно видно, что присутствуют два кластера. А теперь мы возьмем и перемешаем узлы. Если мы перемешаем узлы и дальше спросим, а теперь можно ли нам определить кластеры, то задача уже, видно, становится совсем нетривиальной. Ну, особенно на первый взгляд, да? Ну и действительно, не только на первый взгляд она нетривиальная. Давайте теперь сформулируем проблему более точно. То есть вот такое обобщение графа R до ширини на случай, например, двух кластеров. Называется Stochastic Block Model или стокастическая блочная модель. У нее есть три параметра A, B и N. То есть N – это число узлов. А – это коэффициент вероятности, с которой создаются ребра внутри кластеров. И B – коэффициент при вероятности, с которой создаются ребра между кластерами. И дальше вот важный момент. Вот тут спросили, кластеры одинакового размера или нет? И вот мы рассматриваем эту задачу с точки зрения поясовского подхода к статистике. И мы предполагаем, что изначально latent метки, latent labels, они были даны неким распределением, неким априорным распределением. Но приведу два примера такого распределения. Например, мы можем сказать, что мы хотим, чтобы кластеры были в точности одинаковыми. Тогда мы говорим, мы вытаскиваем метки для узлов с помощью равномерного распределения при условии, что кластеры должны быть одинаковыми. Другой вариант, который тоже естественный. Мы берем каждую вершину и назначаем равновероятно метку минус один или плюс один. Понятно, что при последнем выборе у нас, вообще говоря, не получится кластеры одинакового размера, но в среднем они будут примерно одинаковыми. Так вот, если дано вот такое скрытое размечивание вершин, которое мы назовем сигма со звездочкой, то тогда мы говорим, что наша оценка для сигма, сигма с крышечкой, которая зависит от размера графа N, достигает точной реконструкции кластеров, если вероятность того, что наша оценка совпадает с заданной оценкой, выбранной с помощью априорного распределения, вот такая вероятность, стремится к нулю, и что важно отметить, нам важно совпадение с точностью до перестановки. Ну вот, например. Как к нулю? Почему к нулю? Нет, почему к нулю? К единице. Мы хотим точно определить, да? Мы хотим раскрыть кластеры, да? Это максималисты, то есть буквально все, ошибаться нельзя. Ошибаться нельзя, да. В этих задачах я скажу, да, есть три основных критерия. Вот это такой правильно было замечено максималистский критерий. Второй менее максималистский критерий, что нужно, мы допускаем какое-то о малое ошибок, да, то есть о малое от N ошибок. То есть в этом случае, как бы, относительная ошибка тоже стремится к нулю, что тоже хорошо. И третий критерий, это такой, что мы хотим хоть что-то получить. Это называется по-английски detection, ну не знаю, как лучше перевести это. Но суть того критерия, что мы хотим получить ответ, который лучше, чем random guess. То есть мы хотим хотя бы в какую-то сторону склонить нашу оценку. То есть есть такие вот три критерия, с которыми исследователи работают в этой области. Костя, последний раз повторите, означает следующее. То есть чем случайнее розыгрыш каждому приписываемся 1-2 вместо 1-2, да? Да, например, с вероятностью 1-2, да, каждому приписываем изначально. Но нам эта информация недоступна. И потом мы генерируем граф SBM уже на этом, на этом размеченном, на размеченных вершинах. Модель понятна? Костя, не мы моделируем, а это кто-то моделирует. Мы ничего не знаем и хотим догадаться. Так что ли? Так, да. Сейчас, подождите, я заодно проверю. На самом деле я сейчас представлю, это я прошлую версию использовал в ППХ, сейчас я открою нужную версию. Триситесь. Все, нашел. Видите, да? Мои слайды видно? Да. Потому что я существенное улучшение как раз вчера делал, но жалко, чего не использовать. Вот интернет меня сбил. Так, значит, задача всем понятна, да? А другой вариант, когда нужна вероятность отличалась… Вот более мягкий вариант, в чем состоит? Более мягкий вариант, что относительная ошибка стремилась к единице. Вероятность или в числе… В числе разметок, в числе меток. То есть число меток – это о малое от n с вероятностью, стремящаяся к единице. Понятно, спасибо. Что неправильно приписано к другую группу, да? Да, неправильно, но такое число ошибок, ну, как бы при n стремящемся к бесконечности, в общем, очень маленькое. А в третьей, что вероятность того, чтобы вот это мы правильно угадали, больше одной второй. Ах, вот да, понятно, спасибо. Но я буду говорить только о первом варианте. Итак, о первом варианте много чего можно сказать. Вот в 2015 году, что, в общем-то, сравнительно недавно, двумя группами ученых одновременно был получен вот такой очень красивый результат. Если нам дана эта модель и выполняется следующее условие – корень из А минус корень из В в квадрате больше двух, тогда кластеры могут быть точно восстановлены с вероятностью, сходящейся к единице. Если же условие выполняется в другую сторону, то тогда не существует алгоритма, даже не полиномиального, никакого алгоритма, который может восстановить кластеры. Вот такой, по-моему, очень красивый результат. А если равно двум? Ну вот, как всегда, да, в фейс-транзишн это надо разбираться дальше, да, как то же самое в Эрда Шренис с коннективити. Костя, я не понимаю. Если, допустим, в случае однородном, однородном случае, нам нужно, чтобы А или корень из А было больше единицы, чтобы было два или более, чтобы было, чтобы… Вот смотрите, давайте комментарий посмотрим, нот. Это как раз ответит, по-моему, на ваш вопрос. Вот если мы развернем это неравенство, да, то эквивалентно его можно написать А плюс Б пополам больше единицы плюс корень из АБ. То есть если бы вот условие, если бы у нас не было корня из АБ, то тогда А плюс Б пополам больше единицы, это как раз бы нам давало условия связности этой модели. То есть нам нужно немножко больше, чем условия связности этой модели. Я надеюсь, что это ответило на вопрос. То есть если А большой, если А скажут двойка, АБ единица, АБ половина вообще, просто вот А двойка, А одна вторая. Давайте вообще такой предельный случай возьмем, А положительное, АБ ноль, правильно? Ну так это же отлично, кластеры тогда уже даны нам, да, то есть очень легко их определить. Но связанности не будет, если А большое, АБ маленькое, полусума больше единицы. Будет связанность или нет? Нет, наверное, нет. Не знаю. Если А большое, АБ маленькое. Но у нас корень так. Нет, ну пускай без корня, пускай больше единицы. Будет ли связана игра? В целом. Вы сказали, что если полусума больше единицы, то он связанный. Вот это вот вроде как не вытекает из АР. Нет, 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 на самом деле вытекает. Теперь я понял. Допустим, что имеются две группы. Если А больше единицы, то каждая из групп между собой связана. А, ну да. А так как Б больше нуля, то с вероятностью, а их много, то с вероятностью хотя бы одно между ними. Есть связь между ними. Все нормально. Все связано. Все хорошо. Если они равные, да? Нет, если, допустим… Они равные. Здесь в этой теореме они равные. В этой теореме они равные. Ну все понятно, да? Ага, спасибо. То есть до меня дошло. Ну вот теперь Наталья просила сказать что-то о спектре графов и спектральной кластеризации. Вот сейчас как раз будет этот момент. Ну хорошо, этот результат – это результат существования алгоритма. А как мы будем на практике находить такие графы? Я вернусь чуть позже к большему объяснению, ну некоторому объяснению, почему такой результат получается. Ну вот сначала, конечно, возникает такой естественный вопрос. Ну хорошо, мы знаем, что полиномиальный алгоритм существует. Ну какой, например? Вот если опять же мы вернемся к этому примеру и построим матрицу смежности для того случая, когда у нас метки перемешаны, да? Вот у нас метки перемешаны, нам не очевидно, какие кластеры, и мы строим матрицу смежности. Нам это тоже не помогает. Однако, если у нас метки упорядочены, да, то есть для одного кластера мы метки, например, налево поместим, а для другого кластера мы метки направо поместим и построим матрицу смежности такого графа, то тут мы очень хорошо видим два блока. Два блока, которые соответствуют вот этим двум кластерам. Как мы это можем использовать? Вот давайте теперь рассмотрим вместо матрицы смежности ее математическое ожидание. И вот, например, если n даже 4, и опять же метки сгруппированы, как нам надо, то тогда мы видим, что вот в этом случае матрица смежности имеет вот такую структуру, да, и p больше, чем q. То есть действительно мы видим, что матрица математического ожидания матрицы смежности, она, в общем-то, интуитивно должна быть близка реальной матрице смежности. Если, опять же, при условии, ну, визуально это очевидно, если метки сгруппированы, что, конечно, не так. Что мы делаем дальше? Дальше мы можем... Но p и q очень маленькие числа, да, p и q – это чтобы от ожидания того, что... То есть вот это p – это вероятность того, что есть соединение внутри кластера, а q – это вероятность того, что есть... Ну да, ну, понятно, что логарифм n делить на n. Да, да. Но это интересный режим, да? Другой, если p и q больше, то это простой режим, и если q меньше, это невозможно. То есть это как раз именно интересный режим, где происходит phase transition. Вот дальше мы перепишем ожидаемую матрицу смежности таким образом. Мы можем записать ее как p плюс q пополам на матрицу из единиц, плюс p минус q пополам умножить на следующую блочную матрицу. В диагональных блоках все единицы, а в недиагональных блоках все минус единицы. А вот это дальше мы можем переписать матрицу, конечно, из всех единиц. Можем переписать как диадное произведение векторов из единиц. А в следующее слагаемое мы можем переписать как диадное произведение векторов из 1, 1, 1, 1, 1. И что замечательно, что это за вектор 1, 1, минус 1? Это как раз сигма нашей метки, которую мы хотим найти. Сигма со звездочкой. То есть если нам вдруг какой-то добрый дядя дал ожидаемую величину матрицы смежности, то мы бы сразу нашли наши кластеры. Поскольку что бы мы сделали? Мы бы рассмотрели второе, записанное в этом виде ожидаемая матрица смежности. Она записана в виде eigenvalue decomposition, разложения по собственным числам и собственным векторам. То есть оказывается, что у этой ожидаемой матрицы смежности всего два собственных вектора. Вектор из единиц и вектор, состоящих из сигм. И вот вектор, состоящих из единиц, соответствует максимальное собственное число P плюс Q пополам. А вектору сигма соответствует, собственно, число P минус Q пополам. Тогда, опять же, если нам кто-то вдруг дал такую матрицу, мы берем, делаем ее eigenvalue decomposition. И мы берем вектор, соответствующий второму по величине собственному числу. И этот вектор нам бы дал в точности решение нашей проблемы. Конечно, вся проблема в том, что этой ожидаемой матрицы у нас нет. Тем не менее, мы можем предложить следующий алгоритм, который называется алгоритм спектральной кластеризации. Мы возьмем матрицу смежности, которая у нас имеется, матрицу А. Мы проведем ее спектральную декомпозицию. И мы возьмем собственный вектор Х, который соответствует, опять же, второму максимальному собственному числу матрицы А. И дальше мы возьмем, как наша оценка для сигмы, знак элементов этого собственного вектора Х. Вот такой довольно простой алгоритм. Основная идея, почему он должен работать, ну и почему он работает. Если кому-то интересно, мне, конечно, надо было привести ссылку. Если кому-то интересно, напишите, я отправлю пару ссылок, где есть точное доказательство, что спектральный алгоритм работает. Но основная идея основана на следующей теореме. Очень такая удобная теорема из теории возмущений. Теорема Дэвиса Кана называется теорема синусов. И смысл этой теоремы вот в чем. Если у нас есть некоторое возмущение B матрицы А, то есть в нашем случае матрица А это, ну или лучше наоборот, даже так и будет. Пусть матрица А это вот наша матрица смежности, а матрица B это ее математическое ожидание. Вот можно рассматривать, что в некотором смысле одна матрица, здесь возмущение другой матрицы. Тогда имеет место довольно простое неравенство, которое дает оценку на синус угла между катом, собственным вектором матрицы А, и катом, собственным вектором матрицы B. И это оценка, что очень удобно в терминах нормы разности между матрицей А и ее возмущениями. Что такое К? К это для любого, К это номер собственного элемента. Для каждого. Для каждого, да, это верно для каждого даже. Вот нам бы это надо было для второго. То есть мы видим, что у нас второе собственное число и второй собственный вектор дают полезную информацию. То есть нам нужно будет применять этот результат для К равняется 2. Откуда мы дельта можем узнать? А что удобно, что замечательно, смотрите. А дельта определено в терминах матрицы B. А B мы берем, B мы берем наше ожидание, да, матрица смешности. Она же, она очень простая матрица, ранг 2, да, вот это. То есть дельта в нашем случае это что? Это P плюс Q пополам минус P минус Q пополам, да. Вот. То есть очень такой сильный результат в этой тематике. Ну, этот результат, конечно, был получен задолго до того, как начали рассматривать кластеризацию графов, но вот он очень обширно применяется в литературе по кластеризации. А норма, норма, это норма? Это спектральная норма, operator norm, которая induced by Euclidean norm. Ага, понятно, спасибо. То есть мы приводим, мы комбинируем вот этот результат Дэвиса Кана с концентрацией матрицы смежности около ее математического ожидания. Дельта есть максимум минимум из двух величин, а там всего лишь одна щель, какой-то минимум. А вторая щель еще больше, там много же нулевых собственных векторов, собственных значений. А, ну да. То есть вторая щель – это расстояние от нуля, которое обычно больше намного. Понятно, спасибо. Дальше вот такое интересное замечание, что собственный вектор x может быть найден по следующей задаче оптимизации. Мы хотим максимизировать вот такую квадратичную форму x transpose A x при условии, что, ну вот, по сути дела, первое условие – это то, что норма x должна быть единичная. А второе условие – что x должен быть перпендикулярен единице, да. А единица – это приближение как раз первому собственному вектору. И что интересно, если мы еще добавим целочисленное ограничение на x, то есть если мы потребуем, что x принадлежит минус 1 плюс 1, то это будет в точности оценка, то это даст в точности формулировку для оценки максимального правдоподобия. Но пока вот нам удобнее не добавлять, конечно, целочисленные ограничения, которые сделают проблему очень сложной. Опять же, поскольку функция экспонента, она возрастающая, то мы также можем максимизировать экспоненту от x transpose A x. И тогда мы можем воспользоваться каким-нибудь методом, который был разработан для симулята Танилен. Извините, я не знаю даже, как по-русски симулята Танилен. И для модели изинга. Для модели изинга часто рассматривается распределение гипса вот в такой форме, где как энергию мы возьмем минус наша квадратичная форма. И вот интересно, что это некоторая новая вариация модели изинга. То есть в классической модели изинга нет ограничения на магнетизацию. По-моему, сумма сигма называется магнетизацией по-русски. Нет ограничения на магнетизацию. Может быть, это в некотором смысле эквивалентно изинг модели с внешним полем. То есть в изинг модели с внешним полем есть вот еще здесь линейный член под экспоненты. В любом случае, вот это ограничение дополнительное к модели изинга, оно сильно помогает. Почему оно сильно помогает? Потому что в классической модели изинга система может часто сваливаться в бесполезные метастабильные состояния. То есть если бы у нас не было этого ограничения, какие бы были метастабильные состояния. Например, у первого кластера плюс, у второго минус. Либо наоборот, у первого кластера минус, у второго плюс. Но также метастабильными состояниями были бы у обоих кластеров по плюсу или у обоих кластеров по минусу. А вот за введением этого ограничения мы исключаем вот эти как бы бесполезные случаи, когда у обоих кластеров по плюсу или у обоих кластеров по минусу. А матрица А – это наша, так сказать, простая... Смежность, да. Это наша матрица смежности. Ага. То есть из нуля единиц. Из нуля единиц она состоит, да? То есть это в классической тематике больше всего изинг модул рассматривалось на латисе, да? А здесь у нас как бы изинг модель на случайном графе. Вот. И на самом деле вот это дополнительное ограничение очень помогает для нашей задачи. И дальше что мы можем сделать? Мы можем запустить динамику Глаубера для этой изинг модели с ограничением. И надеяться, что эта динамика Глаубера выдаст довольно быстро нам такие сигмы, которые хорошо соответствуют заданным, которые искомом сигма. Да. И вот у нас есть такой небольшой результат, что если мы рассматриваем Кюри Вайс Минфилд модель СБМ. Что такое Кюри Вайс Минфилд модель? Это вот как раз если мы заменяем настоящую матрицу смежности на ее математическое ожидание. То есть получается, что мы рассматриваем модель изинга на полном графе, но полном графе с весами. Веса внутри кластера больше, чем веса между кластерами. Вот такой немножко неоднородный полный граф. Так вот, оказывается, если мы осматриваем динамику Глаубера на таком полном, но немножко неоднородном графе, и обратная температура достаточно высокая, то мы находим кластеры за примерно n квадрат шагов динамики Глаубера. И это, в общем, это очень хорошо. Как по ИКУ связаны с этими вот Минфилдами, с этим взаимодействием? Они веса, то есть как раз это веса, да? Это вот эти самые по ИКУ? Именно самые веса, да. А мы знаем заранее. По ИКУ вес внутри, по ИКУ вес для пар из одного кластера, а КУ – это вес для пар вершин из разных кластеров. Они нам заданы. По ИКУ, да. Можно считать, что мы известны. На самом деле, их просто оценить даже, если они не известны. Ну, понятно, спасибо. Это на самом деле довольно такой обещающий результат. Почему? Потому что сложность спектрального кластеринга, когда мы кластеризуем, когда мы используем методы линейной алгебры, то сложность получается n в кубе. А мы здесь с помощью динамики Глаубера получили сложность n квадрат. Но мы это доказали для случая Минфилд модели. То есть пока у нас нет доказательства для случая настоящего случайного графа. Ну и вот, на мой взгляд, это очень хорошая открытая проблема – исследование динамики Глаубера такой модели изинга с ограничением на случайном графе СБМ. А чем отличается сейчас Минфилд? Где-то там П и Ку стоят вместо нуля-единицы, да? Да, в том-то и дело. Ну хорошо, а почему нельзя считать? Нет, более чем нуля-единицы. Это полный граф, только с весами, да? То есть у нас разреженный. Исходный граф очень разреженный. А в Минфилд – это полный граф. То есть сильно отличается. У вас раньше были некоторые связи П, а некоторые связи Пу. Нет, с вероятностью, да? То есть связи Пу, но с вероятностями. Они могли быть, а могли не быть. В зависимости от кластера, да? В зависимости от реализации. Но от того, какие кластеры изначально? Ну и два, какие кластеры, какая реализация. Это же случайный граф. Хорошо. А в Кюривейсе тогда что? А в Кюривейсе не случайный граф. Исходные кластеры. Ну вот Given Sigma в Кюривейсе – это не случайный граф. Sigma со звездочкой не случайный, да? Вот если Sigma со звездочкой мы зафиксировали, то тогда это не случайный граф. А в исходной модели, даже если мы Sigma со звездочкой зафиксировали, это все равно случайный граф. А, ну да, понятно. Спасибо. То есть, конечно, поскольку мы удалили одну важную случайность, то анализировать стало проще. Ну, кстати, численные эксперименты показывают, что то же самое и для случайных графов. Так что это наша конъекция, что похожий результат должен выполняться и для случайных графов. Хорошо. Поехали дальше. Вот теперь рассмотрим более сложные приложения, где у нас не бинарные взаимодействия, а что-то более сложное. Например, как они делают эксперименты в нейронауке. В нейронауке меряется корреляция в терминах correlation coefficient между двумя сигналами, исходящих из разных частей мозга. И дальше делается некий, и что вот как common practice, делается thresholding на коэффициент корреляции. То есть, если коэффициент корреляции между двумя сигналами превосходит по модулю какое-то значение, скажем, ро с чертой, то тогда мы создаем ребро, а если меньше, то мы просто в некотором смысле пренебрегаем таким сигналом. Ясно, что здесь потенциально теряется очень много информации. Ребро между зонами, не между клетками. Между зонами, конечно. А между клетками очень много ребер. То есть это даже не посчитать. По-моему, там биллионы. Клеток. То есть это даже сейчас не посчитать. Ну и не померить тоже. В клетке очень сложно померить. Поэтому они меряют сейчас только корреляцию между зонами мозга. Но в любом случае видно, что уже текущая практика она теряет очень много, потенциально теряет много полезной информации. В общем-то, это нас и мотивировало к следующему обобщению SBM-модели. Какое это будет обобщение? Опять же, у нас N узлов, M число кластеров. И теперь у нас есть некоторое общее пространство S взаимодействия. И на этом пространстве, вот рассмотрим только однородный случай, на этом пространстве имеются два распределения. F от X и G от X. И F от X соответствует распределению взаимодействий между узлами внутри какого-то кластера, а G от X соответствует распределению взаимодействий между узлами разных кластеров. То есть теперь у нас не 0,1, то есть вот раньше F и G были бернулевские распределения с параметрами P и Q. А теперь это что-то более общее. Например, это может быть два нормальных распределения. То есть если это два нормальных распределения, то тогда мы с каким-то одним нормальным распределением вытягиваем непрерывный вес для ребра между узлами в одном кластере и вытягиваем вес с другим нормальным распределением, если у нас два узла принадлежат разным кластерам. Значит, отрицательные веса тоже будут? Пожалуйста, да, пожалуйста. Никто не запрещает. Так, ну веса же-то у нас… Что такое веса? Веса – это невероятность. Нет, это невероятность. Это indication of interaction. И, кстати, негативные весы могут быть очень полезны. Это как friendship and enemy. То есть как бы друзья и враги. То есть враги могут иметь отрицательный вес. Вопрос из-за слова probability должно быть выкинуто неправильно. FKL – это не probability. Это некоторые… Нет, это все правильно. F от X – это probability distribution, да? Может быть, точнее probability distribution. Нет, ну это FKX – это FKL сверху написано, видите, да? Теория, probability – это число между нулем и единицей. Да. X не между нулем и единицей. А F между нулем и единицей. И X может быть отрицательным. То есть в случае Бернули – X 0 и единица, да? А в случае нормального – X – это вся вещественная ось. То есть мы наблюдаем тогда. Сейчас, там проводились случайные связи, проводились в исходной задачи. А теперь что? Как мы этот X наблюдаем? Ну вот нам дается этот вес. То есть мы видим матрицу весов. Как вот, например, в предыдущем примере, если бы мы не делали thresholding, то был бы coefficient of correlation, который, по-моему, от минус 1 до 1, да? Ага. Я помню. Вот, пожалуйста, он может быть неотрицательным. Ага, понятно. Понятно, да? И вот нужно его восстановить по данным, да? Нет, нет. Он нам дан, а нужно восстановить кластеры, да? Нужно восстановить разметку узлов. То есть задача та же. Нужно восстановить разметку узлов. Спасибо. И вот так у нас есть такой более общий результат. Напомню, что расхождение рени, ну или часто тоже называют расхождение по рени порядка 1-2 определяется у вас следующей формулой. И дальше у нас вот есть такое обобщение для SBM с небинарными взаимодействиями. То есть вот если у SBM N узлов и M кластеров, то тогда точное восстановление кластеров возможно, если расхождение рени больше, чем 1 плюс epsilon M log N делить на N. Ну и, соответственно, невозможно, если неравенство в другую сторону, и у нас 1 минус epsilon. Ну и epsilon может быть вскоре угодно маленькая. А возможно это означает, что существует... Можно представить алгоритм. Да, и у нас есть алгоритм. А невозможно означает, что алгоритмов в принципе нет. Да. И на самом деле это очень удивительно. То есть кластеры, они есть, а их невозможно найти. То есть кластеры, они well-defined. Они имеют смысл, но их невозможно найти с помощью никакого алгоритма. В точности это невозможно, а приблизительно, может быть, даже невозможно. Вот это я не знаю. Приблизительно, тогда вы говорите о другом, да? Например... Критерий другой. Другой критерий, да. Да, другой критерий. С точки зрения exact recovery, я здесь говорю. А если да, если это, например, beta than random guess, то, наверное, точно даже. Я думаю, точно даже, если beta than random guess. Спасибо. Костя, а M что такое? M – это число кластеров. То есть здесь это сформулировано в немножко более общем виде. До этого я рассказывал о двух кластерах, и здесь результат сформулирован для случая больше, чем два кластера. Давайте я попробую. У меня еще минут 10-15 есть, да, я надеюсь? Вот сколько... Да, да, да. Я постараюсь там не больше 15 минут. Вот, давайте я попытаюсь вам, ну, объяснить, откуда возникают такие условия. То есть это объяснение. То есть наше доказательство где-то заняло около 30 страниц. Ну, давайте попробуем понять, откуда возникают такие условия. И в этом нам поможет некий волшебник. Вот допустим, что мы знакомы с волшебником, который нам может открыть все метки, кроме одной. Вот на данном примере... И опять же, рассмотрим пока даже два кластера. В этом примере волшебник нам открыл все точные метки, но вот поленился и забыл открыть отметку черного узла. Вот для черного узла нам нужно определить, черный узел, он принадлежит к синему кластеру или к красному кластеру. Конечно, первое, что приходит нам на ум, это опять же воспользоваться методом максимального правдоподобия. Здесь он легко записывается. В терминах вот этих функций f и g, в терминах распределений f и g. И дальше, прибавляя и отнимая g в верхнем выражении, мы можем переписать его в еще более удобном виде. Вот в этом. Где цикаты – это наши кластеры, за исключением вершины и, которую мы хотим классифицировать. То есть нам в случае двух кластеров нужно сравнить вот эти две величины или в статистических терминах нам нужно оценить следующую вероятность – вероятность ошибки. Вот она записана ниже. И что мы будем делать для этого? Для этого мы будем применять довольно классический результат из-за больших отклонений. Вот я напомню, скорее всего, почти все здесь знают, но давайте напомним теорему Крамера. Если у нас последовательно есть независимых случайных величин от 1 до n, и пусть дано x, которое строго больше математического ожидания от x1, то тогда у нас имеется следующая оценка для хвоста распределения суммы, которая говорит, что, в общем, хвост убывает экспоненциально. И вот скорость этого экспоненциального убывания дана преобразованием Лежандра Фенхеля и которое, в свою очередь, дано с помощью логарифмической функции преобразования. Нет, по-моему, по-русски будет логарифмической характеристической функции. Производящей. Или производящей. Да, и Косте сказать, что условия пропущены, какие должны быть, непроизвольные случайные причины, а у них есть экспоненциальные моменты, условия некоторые есть, которые пропущены. В нашем случае, по-моему, это выполняется. Но это, да, я проверю еще. Хотя я, по-моему, эту теорему убрал из какого-то учебника. Костя, я говорю, должны быть экспоненциальные моменты, потому что логарифм бесконечности и бесконечности. Все, что могу сказать. Ну да, вот это лямбда, да, конечная должна быть. Ага. Лямбда. Сейчас хорошо. Я тоже, конечно, я тебя слушаю. Алло? Алло? Да, да, да. Я побоялся, я побоялся, что опять интернет пропал. Давайте вперед пойдем тогда. Вот. Как мы будем применять теорему Крамера? Сначала мы будем применять ее для случайной величины, которая логарифм, для каких-то, для отношения каких-то мер ню и мю от y, и x возьмем просто равное нулем. Тогда условие, что математическое ожидание x и т меньше нуля выполняется для мю, не равное ню, если выполняется, потому что это просто как бы ляйбла, у меня всегда с этими именами произносить проблема, расхождение со знаком минус. А само расхождение, конечно, не отрицательное. И мы рассматриваем случай, когда мю не равняется ню. Дальше мы вычисляем лямбда, и это нам дает вот такое выражение в терминах, по-моему, это называется расхождение Чернова. Вот. Дальше тоже подставляем выражение для лямбда со звездочкой. и мы можем это суммировать в следующее утверждение. Если y1 и yn айди случайные величины, генерируемые с помощью распределения мю, тогда вот такая вероятность имеет экспоненциальную асимтотику, где вот в показателе экспонента как раз находится расхождение Чернова. Минуточку. А dt, как изначально определялось, что dt, это изначально было что? Это был Кульбек-Лейблер? Нет? Нет, это Rini Divergence порядка t. Это Rini Divergence порядка t. Понятно, спасибо. Ну вот, в общем-то, тут и написано Rini Divergence порядка t. Дальше мы применяем это утверждение к нашему случаю и берем за y вот такой вектор, где одна компонента из одного кластера, а вторая компонента из другого кластера. Mu соответствует fg и nu соответствует gf. Если мы применением это утверждение, то мы получаем как раз экспоненциальную оценку для вероятности ошибки. И вот здесь мы видим, что в экспоненте стоит супримум от 1-t на расхождение парени порядка t. Дальше мы можем еще оптимизировать это выражение супримум. Мы используем некоторые свойства расхождения парени. Первое равенство здесь это просто определение, расхождение парени. Если подставляем, то сразу получается первое равенство. А второе вот есть такое равенство, что расхождение парени порядка t можно записать как t умножить на расхождение парени порядка 1-t, но при этом поменяв аргументы. ну и легко увидеть, что последнее выражение оно симметричное по t и выпуклое, то есть максимум достигается в точке 1-2. Вот мы получили некоторое объяснение, почему возникает расхождение парени порядка 1-2. Опять же, это только ну это не интуитивно, это все строгое, но это решение задачи, которая с подсказкой волшебника, правильно? То есть вот это решение задачи, если у нас даны все метки, кроме одной, но нам-то нужно найти все метки, и тут еще много другой работы, как приспособить вот эту подзадачу к решению основной задачи. Можно повторить окончательное утверждение, в чем стоит теорема? Теорема была сформулирована, вот в чем. Ну да, вот-вот, то есть расхождение вот этого больше, то а эти меньше, то да, понятно, спасибо. Вот, я пытался объяснить, откуда получается расхождение по ренеи. На самом деле, это неудивительно, что, то есть, что я сейчас рассказал, это локальные условия, да, и так чудесным образом получается, что локальные условия в нашем случае совпадают с глобальными условиями, но надо отметить, что это далеко не редкость в теории случайных графов, например, то же самое происходит с связностью случайных графов, условия того, что узел изолированный совпадает с условием того, что граф связанный или похоже для существования цикла Гамильтона в случайном графе необходимо условие, что каждая вершина с большой вероятностью должна иметь степень больше двух. То есть оказывается, что для существования цикла Гамильтона в случайных графах такое локальное условие эквивалентно глобальному условию. Дальше мы легко можем показать, что это обобщение сводится к предыдущему результату 2015 года, если мы F и G возьмем как Бернулевские распределения и дальше разложим расхождение пареньи в ряд Тейлора, то мы как раз и получим квадрат разности корней из P и Q. То есть мы получаем предыдущий результат. Как часто условия. И P и Q очень маленькие числа, там логарифм N на N. Поэтому мы и можем использовать Тейлосириус. Вот у нас как раз используем под логарифмом один минус маленькое число, правильно? Вот мы как раз тут и используем Тейлосириус. Так это расхождение реньи будет около нуля, на самом деле. Очень маленький моноблог. Да. Ну да, оно и сравнивает с лог N делить на N. Оно уже исправится к нолю. Все правильно. То есть мы сравниваем с лог N делить на N. Понятно. Вот, то есть это частный случай. Вот, например, для случая, когда F и G нормальные распределения. А как же получается корень из А минус корень из Б сейчас? А там как получается у вас все-таки корень из А ну логарифт сокращается, правильно? Там все же сокращается логарифт сокращается и N сокращается. N сокращается. Понятно, спасибо. Вот, также очень симпатичные формулы получаются в случае нормальных распределений. Если веса внутри кластера распределены по одному нормальному закону, а между узлами разных кластеров по другому, то тоже получается симпатичное условие. Вот, дальше может быть буквально пару слов. Вот в нейронауке они используют корреляцию между двумя сигналами. Но это же два сигнала, правильно? Если даже мы рассматриваем сигналы в дискретном времени, то, например, у нас может быть такой сигнал. Отсутствие сигнала в данном момент времени, потом всплеск активности, отсутствие, всплеск и так далее. Или другой сигнал. Сначала долгое отсутствие активности, а потом всплеск и продолжительная активность. Если мы, например, посчитаем число периодов, когда система была активна, то это будет то же самое. Может быть то же самое. В этом примере, например, число периодов с активностью три. Хотя интуитивно уже понятно, что эти два рода активности могут сильно отличаться и говорить о разных феноменах. Поэтому мы также можем рассматривать динамические взаимодействия между кластерами, где мы рассматриваем T большое временных интервалов и каждому временному интервалу соответствует своя матрица смежности X of T. То есть для каждого момента времени у нас есть своя матрица смежности. Если вот такой процесс генерируется по марковскому закону, то тогда мы тоже можем все красиво сформулировать и дать условия, когда такая обобщенная блочная модель, когда кластеры обобщенной блочной модели могут быть найдены или нет. Я думаю, и вот у нас есть тоже, что мы предлагаем, как мы предлагаем модифицировать стандартный спектральный алгоритм. Мы предлагаем найти некоторое множество большое тета и создать бинарную матрицу смежности, если сигнал попадает в это множество. То есть основной фокус здесь это правильно выбрать множество. Но во всех предыдущих примерах это нам удавалось. Например, в случае нормальных взаимодействий мы выбирали просто отрезок какого-то от минус тета до плюс тета. А в случае марковских цепей можно выбирать например число переходов 0.1 или еще лучше линейную комбинацию числа переходов из 0.1 и числа переходов из 1 в 0. Сейчас как минус тета и плюс тета а сколько тета? Тета это какое-то множество абстрактное. Интервал в принципе для нормального распределения это будет например от минус какой-то минус маленькая тета до плюс тета. Откуда маленькая тета взять надо? Я не понял. Откуда берется если у нас если мы знаем параметры распределения нормального распределения то это можно взять тета так чтобы дивердженс была максимальна между двумя нормальными распределениями и это будет лучший случай. То есть дивердженс вот для этими вот демилизов можно поиграться тета таким образом чтобы расхождение между двумя распределениями было максимально и тогда наиболее эффективно будет определение. Понятно. Спасибо. Я думаю как раз вот тут даже у меня есть о чем еще рассказать но я думаю как раз тут хорошее место поставить точку на сегодня. Да. Спасибо. 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 Вопросы. Задавайте вопросы. Мы очень много задавали. Ну да вопросов было много. Много. Костя отлично. Я надеюсь что было все хотя бы основные идеи были понятны. Очень интересно. Далеко не все. Спасибо. Если что то есть задавайте вопросы по имейлу или всегда рад буду обсудить по Зуму Скайпу. Спасибо большое. Ну отлично. А ну еще может быть какой-то из учеников выступит. вот мы обсуждали у Андрея Бобу например есть очень интересные результаты по кластеризации геометрических графов что в общем тоже на данную тематику. геометрический граф это вот мы сначала распределяем вершины в некотором геометрическом пространстве а потом с помощью какого-то распределения а потом создаем ребро если у нас вершины ближе какого-то расстояния. там более более вариант а может быть это adjustment там понятно да понятно там намного больше да в correlations то есть корреляция намного сильнее в такой модели изучать ее намного сложнее спасибо интересно спасибо большое спасибо за приглашение еще раз спасибо